Знаете, каждый из нас здесь не просто так. Каждый из нас здесь не просто так. Каждый из нас однажды видел славу Божию. Каждому из нас когда-то Бог открыл себя в той или в другой ипостаси, но мы знаем об этом. Мы знаем, что есть Бог великий, великий и всемогущий, который пришел в нашу жизнь и выдрал. Нас из лап смерти. Такое свидетельство имеет и моя семья. И я о нем буду сегодня немного говорить. Ну знаете, под таким углом я хотел бы сегодня говорить немного. О благодарности Богу. О благодарности Богу как одним из важных факторов нашего исцеления. Мы едем тут с женой в автомобиле. Я постился. Дети довели уже до того, что мы их пристегнули всех в машине. Сказали, Господи, усыпи их. Хоть мы два часа вместе побудем. И мы поехали попить кофе в ордынку. Да, мы так изредка делаем, чтобы побыть вдвоем. Я так ярко увидел картину, когда я был еще язычником, и моя жена верила в Бога, ну такого своего, но она действительно была верующая. Молилась за разные вещи, и у нее была жестокая эпилепсия. Да, многие знают ее свидетельства. У нас мы постоянно вызывали скорую, ее кололи. У нас теща сходила с ума, видя это. Я уже тоже подсыпал маленько. И мы ходили к врачам. И есть вот врачи от Бога, которые людей просто спасают. А есть врачи, которые своими услугами объясняют людям, что уповать стоит только на Бога. На врачей уповать не стоит. И вот нам попадались такие врачи. Они выпиксывали таблетки, от которых к ней приходили по ночам суицидальные мысли. Потому что в эпилепсии сильные таблетки имеют наркотический характер. И я так ярко это все вспоминаю. Я лежу ночью на кровати, и у меня такая мысль. Вот если сейчас придут люди и скажут, давай мы тебе руку отрубим твоей жены, никогда не будет больше эпилепсии. Что бы я ответил? Это так явно, как будто эти люди уже пришли. Я говорю, ладно, я без одной руки, но с нормальной женой. Потому что поражение было сильное на нашей семье. Мы ее даже в магазин не могли отправить. Одну боялись, что она упадет, там все голову разобьет. Это не та была эпилепсия, которая там раз в полгода глюканула маленько. Это была проблема нашей семьи. И сегодня я говорю, почему так, что я живу? Ну да, это было. Да, это было. Но тогда это было настолько тонко, настолько явно. Но сегодня это просто было. Слава Богу, что мы благовествуем. И я хоть распространяю эту информацию по больницам Новосибирска, и не только область. И тем самым служу Богу. Но здесь, прости Господи, у меня сегодня как-то эти чувства уже не очень горят. Не очень. Да, это было. Но я живу дальше, и жизнь идет. И вот я восемь суток жил в глухой тайге. Мы работали. И каждый вечер было много времени. Я перечитывал любимые места из Библии. Я понял, что человек так устроен. Ну вообще так, если взять Библию, мы так устроены. Если я перечитал все книги царств, они все так устроены были. Когда у тебя все хорошо, ты Бога начинаешь искать меньше всего. К сожалению, Бог это знает. И, знаете, там есть цари, про которых было написано, он ходил путями отца своего Давида. Это были благословенные люди. Но это был их выбор. И Бог, когда приходил, во второзаконии мы много читаем, Он говорит так, я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, Который питал вас манную в пустыне. Бог людям постоянно напоминает, чтобы сохранить вот здесь благодарность Ему. Потому что, если мы внимательно будем читать Евангелие, исцеление, которое дал многим людям воскрешение Христос, это было маленькой толикой миссии Его на этой земле. Потому что основная миссия Иисуса Христа была дать новых людей на этой земле с обновленным мышлением и целить в первую очередь сердце и разум. Чтобы языческие вот эти желания мне, я, дай, умершвились. Чтобы вырвать из людей эгоизм. Чтобы люди стали искать другого. Вот это была миссия Христа. И манифестом ее стал его поход на крест. Потому что я бы на его месте спросил, отец, а что я-то? Он таких нехороших людей вокруг много. А почему меня-то на крест? Но он вздохнул и сказал, в общем, не моя воля, но твоя-то будет. И он дал многим из нас исцеление. У многих из нас освободил. И были такие чудеса, когда ты просто не понимаешь, как человек может не прийти к Богу. Я помню, был брат, он пришел в церковь, почти сразу к нам пришел в структуру евангелизации. И была всецерковная такая акция. Мы молились неделю и ходили по улицам. У людей собирали записки с проблемами. И церковь молилась. И мы людям обещали за Бога, что в конце недели все их вопросы решатся. Сейчас вот я так не делаю, но тогда мы делали. И вот этот брат на работе, у него женщина была. И он говорит, приходи к нам в церковь. Я говорю, я не могу. У меня ребенка больное сердце, мы едем в НИИТО. Он говорит, да зачем ты едешь в НИИТО? Ты напиши записку. Там у нас помолятся. Говорит, Бог его исцелит. Я говорю, ну Женя, я бы так смело не говорил. Молимся. И я думаю, многие помнят, кто давно в нашей группе церковной, он пересылает от нее сообщение. О чудо! Мы приехали в НИИТО сердце ребенка здорового. О чудо! Представляете? Парень, который не очень сильно верит еще в Бога, то есть он вообще не очень сильно понимает, что здесь происходит. Он немного боится наших молитв и поклонений, но он уже на работе. Говорит, да что, напишешь записку, пацаны помолятся, все нормально будет. И оно действительно так произошло. Но когда он сказал, приходи к нам в церковь, она в понедельник шла, вторник шла, в среду появились неотложные дела, но и она не дошла. Дай Бог здоровья этому ребенку. Верю, что Иисус исцелил его раз и навсегда. Но вот об этих же проблемах Иисус говорит в своем слове. Он говорит в Евангелии. Я хочу, чтобы мы открыли Луки 17 главу с 11 стиха. Я сначала прочитаю эту историю целиком. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарею и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Увидел их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его. Благодаря его это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли отчислились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И вы знаете, через эту историю я вижу, что Бог иногда, мы можем удивить Бога своим неблагодарностью, своими поступками. Когда мы стоим в проломе, когда у нас горе, в семье мы стоим, мы обещаем очень много Богу. Я так делаю. Когда у меня тяжелая ситуация, я там сразу вспоминаю, что здесь надо подтянуть, здесь надо подтянуть. И я говорю, Господи, я точно исправлюсь. Только вот сейчас помоги. Папа, вот сейчас помоги. Все, я вообще другим человеком завтра буду. Ну, идет время, идет время, идет время. И не все обещания я могу сдержать. И он здесь говорит о людях. Он идет с учениками, он к ним оборачивается и говорит, смотрите, а девять не вернулись. Я бы хотел, чтобы мы эту историю посмотрели поглубже. 17 глава, 13, 14 стих. Громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас, Иисус наставник. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам, и когда они шли, очистились. То есть в этой части истории стоят люди, которые уже слышали об Иисусе, и они ожидают от Него своего чуда. Говоря, Иисус наставник, они говорят о том, что они готовы взять Его путь себе. Они готовы пойти Его путями. Наставник – это тот, кто наставляет нас на стезе правды, ради имени своего наставить. Они говорят, помоги нам. Он говорит, да идите сейчас очиститесь. И они уходят. 15 стих. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Я бы здесь подчеркнул громким голосом. Что это значит? Это человек счастливый, бежит по улице и кричит, что есть мочи. Ура! Бог великий! Он исцелил меня! Я был прокаженный, и ныне очистился. И бегущий такой человек по улице очень многих хотя бы заставляет подумать о том, что Бог есть. Понимаете? Громким голосом, то есть на большую аудиторию, он бежит и кричит. Иисус есть Господь! Бог велик! Он людям передает огонь своей веры. Он людям кричит о чуде. Он свидетельствует о чуде. Он сообщает о чуде. И дальше, 16. И пал Ницк к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин. Самарянин – это те 10 колен, которые Господь еще в книге Царства отверг из-за грехов Иералавама. То есть 2 колена Иудеи и 10 колен. Вот эти столицы у них была Самария. И тогда Иисус сказал, не 10 ли очистить, где же 9? Как они не возвратились воздать, слава Богу, кроме всего, иноплеменникам? И вы представляете, вот этот бегущий, радостный, кричащий человек, многие уже заинтересовались, им он подбегает и падает вот так на лицо перед Богом. Иисус восхищен его реакцией. Иисус восхищен его реакцией. Если проследить там последние годы вот этих разделенных народов, иудейского, да, и отдельно других 10 колен, то те очень мало поклонялись Богу. И он говорит о том, что было исцеление. Он о нем многим рассказал. И в итоге он стал поклонником Бога. Он поклонился у его ног. Он поклонился у его ног. Поэтому, когда я здесь пою, вот здесь, я пою у его ног. Когда я пою в машине, я пою у его ног. Когда я сижу в тайге у костра со своим другом и видеооператором по совместительству, мы можем 2,5 часа говорить о том, насколько мы недостойны, и насколько он милостив, и он нас благословил. Я у его ног. Я никогда не забываю, что я недостоин, он достоин. Во мне нет ни вида, ни величия, ничего нет. Но он в моей жизни творит великие чудеса. И, знаете, вот маленько отойду от темы. Такая ситуация произошла. У нас прошли проблемы с зарядкой оборудования там в лесу. И чтобы оттуда позвонить в деревню, чтобы что-то придумать, мне надо было залезть на крышу. А лестница там 3 года назад была не очень. Сейчас она догнилая. И я с крыши лечу так головой, падаю. И дочурке, у которой углом к моему темечку не дотягиваюсь, вот столько, то есть по волосам прошло. И я понимаю, что даже в этот момент, ну там штаны разодрал, там кровь бежит. Он защитил меня. Когда я летел с крыши, он защитил меня. И я сижу и думаю, Господи, почему так? Ну, я не самый лучший христианин. Я стараюсь пока быть похожим на Иисуса. Но я где-то огрызаюсь, где-то злюсь, где-то что-то делаю не так. Говорю, почему ты меня любишь? Знаете, что я услышал внутри себя? Ты не имеешь права не служить мне. Я не знаю, сказал мне в этот момент это Дух Святой, это был мой человеческий вывод. Но сегодня, оглядываясь на свою жизнь, я не имею права ему не служить. Потому что мое служение это мое поклонение. Моя молитва здесь это мое поклонение. Мои песни ему это поклонение. Моя личная молитва это поклонение. И мы должны поклоняться не потому, что у нас хорошее настроение. Мы должны осознать, насколько велика его любовь к нам. Насколько велика его любовь к нам. Когда мы это будем осознавать, мы поймем, что для нас, так как мы живем на земле среди язычников, наше личное физическое исцеление гораздо важнее, нежели какие-то глобальные, порой абстрактные цели из Библии. У меня вот нога отнялась, а там благословлять начальствующих. Мне бы вот ногу исцелить, и все, и все будет хорошо. А мне бы пить бросить, а мне бы жена вернулась. Но Господь пришел, и после Него 12 учеников, они ходили, просто их били камнями, их убивали, их сжигали там. Они просто шли и проповедовали Слово Божие. Они служили Богу. Они не спрашивали, Господь, почему мы так там огребли, там огребли. Меня всегда восхищает апостол Павел, который говорит, я был в очреве кита, я был там побиваем камнями, я там еще, я там был там в гонениях. И несмотря на прочие проблемы, мне же еще церквями надо заниматься, несмотря на все эти мелочи, я же еще церквями должен заниматься, не бросишь жить. Вот это взор Иисуса Христа. Иисус Христос, который в саду молится, Он не просто взял и на свистово идет на крест, Он молится, и кровавый пот идет, чтобы была отменена его цель. Он просит Отца помиловать его, но в конце Он даже выбегает на учеников, говорит, что вы спите, что вы спите. Он надеется на все, как плоть его, но в конце Он выдыхает и говорит, в общем, воля не моя, но твоя да будет. В среду Ольга Станиславовна наша проповедовала об этих же вещах. Говорит, мы вместе с селения, мы идем молиться. Мы идем молиться за свое, говорит, но Бог хочет, чтобы мы выросли, чтобы мы молились за чужое. Не я, мне, а за чужое. Апостол Павел пишет Тимофею, 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. И так, прежде всего, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Павел объясняет Тимофею, что мечта Бога заключается в том, чтобы все люди спаслись, пришли на небеса и достигли познания истины. То есть, сломали все, что насадило язычество за долгие годы, потому что истина это Иисус, потому что Он нам так и сказал, я есть путь, истина и жизнь. Для нашего спасения нам в первую очередь нужно исцеленное мышление, о котором говорит Тимофей. «Когда у меня поражение в семье, Он хочет, чтобы я за соседа молился больше. Когда у меня поражение там в бизнесе, Он хочет, чтобы я молился за то, чтобы война прекратилась и люди гибнут. Вот так Он хочет». И месяц исцеления, я верю, благодать дана, чтобы мы молились за этот район, за этот район, за этот город, за эту страну, за этот мир. Так говорит Павел. У меня тоже на данный момент в семье есть некие прорехи, за которые мы долго с женой стоим молитвенно. Но я, знаете, маленько, да и не маленько, я вот на этом даже, можно сказать, стою, что это не повод остановиться в служении Богу, в поклонении Богу. Мы просто молимся и все, мы делаем все, что можем. Мы молимся и молимся так же за страну, мы так же служим людям, мы так же проповедуем Евангелие, она так же готовится поклоняться Богу, мы поклоняемся Богу дома, мы поклоняемся Богу в машине, потому что Он так хочет. Потому что Он так хочет, потому что просто наше физическое спасение, оно никак не отражается на нашем конечном спасении вообще. Это Бог дает тебе возможность увидеть Его милость, дает мне возможность увидеть Его милость. И слава Богу, что Он дал нам Святого Духа, который работает с нами и объясняет, насколько мы были недостойны и насколько велика Его милость. Почему так много говорится о проблемах из-за гордости? Потому что именно гордость не позволяет тебе встать на колени и сказать, я никто, ты все. не я сделал, но Бог. Не я крутой, но Бог. Не Он крутой, но Бог. Не я исцелил, но Бог через меня. Не я там это, но Бог через меня. Не я Ему 10 тысяч дал, но Бог через меня. И я не бежал вот так через всю церковь, чтобы вот так, на, и аплодисменты бурные. Нет. Мы угождаем Богу. Мы угождаем Богу, и это исцеляет нас. Это защищает наш путь. Сергей Александрович, не спите, пожалуйста, я смотрю за вами внимательно. И наше главное исцеление зависит, не зависит, а влияет на то, чтобы мы финишировали и сказали, я веру сохранил, течение совершил. Все не так важно по сравнению с этой фразой. Веру сохранил, течение совершил. Все остальное, богатые, бедные, хромые мы или чемпионы по бегу пройдем эту жизнь. Это не так важно по сравнению с финалом. Потому что, когда там тебе скажут богатому, спортивному, в дорогой одежде, что ты не подходишь для царства небесного, мне кажется, там вот как раз это про тот, плачет, скрежет зубов. И я не хочу об этом забывать. Когда у меня, знаете, часто отвлекает, я забываю об этом, начинаю жить как-то. Я не перестаю служить, все, но сердце мое как-то маленько начинает по-другому. Кто-то раздражает, начинает, кто-то не соответствует. А потом Бог проводит тебя по кругу. Ты понимаешь, какой ты? Маленький такой. А он какой огромный. И какая его милость огромная. Какая его любовь огромная. Если он даже мне не дал то, что я просил, я сегодня не обижаюсь на Бога. Я говорю, отец, я понял, идем дальше. Нет, так нет. Я верю. Я верю в исцеление. Я видел исцеление. Я видел много исцеления. Но я хочу, чтобы здесь исцелилось у меня. И верю, я не один. Я хочу, чтобы я, глядя на ситуацию, смотрел через призму Христову. Не так, что как бы я уже взрослый, я уже все понял. Нет. Я хочу, чтобы я смотрел через призму одну. Он пошел на крест за меня. И знаете, однажды мне поручили говорить за жертву где-то, и я приготовил слово, иду такое с Библией, и начинается поклонение. Я четко-четко внутри себя услышал такую фразу. Если ты сегодня недоволен Богом, значит, жертву Иисуса Христа для тебя недостаточно. То есть, другими словами, мой ропот на Бога, это звучит так. Ты, конечно, молодец, что Христа отдал на крест и открыл для меня Царство Небесное. Но мне этого недостаточно. Мне еще надо вот это, вот это и вот это. Поэтому Бог так ненавидит ропот. Поэтому Бог так ненавидит ропот. Потому что, если в моем нестеленном мозгу жертва Иисуса Христа настолько маленькая, за меня недостойная, у меня большие проблемы. Я нестелен. Если даже у меня будет сейчас тело, как у какого-нибудь легкоатлета, я буду самый красивый, я буду в самых дорогих одеждах, но я этого не пойму, то я болен. Я болен. Я страшно болен, когда я этого не понимаю. Понимаете, человек, переживший жертву Иисуса Христа, принявшего свою жизнь, он уже благословен. Он уже благословен. Потому что было такое раньше богословие, было, не будем ссылаться ни на кого, когда люди прыгали и хлопали в ладоши под Коринфином 2.8 или 2. Короче, Павел там цитирует пророка Исаия. Не видел того глаз, не слышал того уха, что приготовил Господь любящим его. И все такие радостные прыгают. Вау, завтра будет еще лучше. Завтра будет лучше, чем вчера. Но никто не удосужился понять, что цитирует апостол Павел в этом отрезке. А цитирует он 42-ю. Главу Исаия, где Бог разносит свой народ. Он говорит, видите слепые, слышите глухие, то, что я уже дал вам, то, что я тебе уже дал, я дал тебе спасение. Тебя недостойного искупил, я тебе дал возможность приходить к моему кресту, получать исцеление, благословение, направление и все такое. Но не забывай, через что ты приходишь туда, без креста это все закрыто. Вот знаете, обетование в нем все, да и аминь, но в нем. Во Христе ли я сегодня? Если я вышел от Христа, это не мои обетования, это не мои обетования, пока я не вернусь сюда. Пока вот крест передо мной, все обетования это ко мне. Когда я живу без него, это не мои обетования. Так слово говорит. Исцеление уже мне не принадлежит. Очень много, когда люди исцеляются, ходят в церковь, горят, через год они уходят. Женщину очень сильно хочется, работать очень сильно хочется. Ну вот, помилуйте меня, пойду я, братья, не звоните мне только, пожалуйста, ладно. Да не звоните, я вам сказал. И через годик вот он хромой, подбитый, косой, он снова идет к Богу за милость, он знает, где милость. Бог много милующих. Но спасение Бога заключается не в твоем исцелении сейчас, а в том, что ты как тот прокаженный, будешь бежать по всей улице, кричать, Аллилуйя, Иисус Великий, Он исцелил меня, Он исцелил меня, Он дал мне новую жизнь, Аллилуйя, я славлю тебя, Господи, добежу до Иисуса и упаду к Его ногам и скажу, как хорошо мне, Господи, как хорошо мне, Господи, с тобой. Давайте откроем Луки 8, 35. Иисус Великий, Иисус Великий, Иисус Великий, перечитывать, все мы ее знаем из Евангелия, я хочу вот с 35 по 39 стих просто прочитать. И вышли видеть происшедшее, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящие во унок Иисуса, одетого, в здравом уме, и ужаснулись. Видевши же, рассказали им, как исцелился, бесновавшись. И просил его весь народ гадаринских окрестностей удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. То есть, у Иисуса есть план. Иисус говорит, я иду, как написано обо мне в свитке книжном. Он приближает в эту страну и активирует евангелиста. Выбирает самого страшного, самого жуткого, дает ему исцеление. И он говорит, Господи, как же хорошо сотов, сидит такой чистый, красивый, поел такой, не беснуется, люди не шугаются. Говорит, давай-ка я вот в этом состоянии и останусь. Он говорит, не надо тебе быть в этом состоянии. Зашнуруй свои кроссовочки и иди туда. Это был самый большой евангелист Десятиградия, как говорит наша история. Он все Десятиградия услышал о Христе через вот этого бывшего бесноватого. То есть Иисус говорит в пятой главе Матфея, никто, зажегшую свечу, не ставит ее под сосудом. Он говорит, используй свое исцеление для поклонения мне. Я сегодня, ну, может быть, я ошибаюсь, но я верю так, что не просто так он вмешался в мою жизнь. Вот я был прям ничтожный человек во многих, но он вмешался. Он мне дал так много, но я понимаю, если я в это уйду, то этот ничтожный человек во мне через два года будет еще больше в семикратном размере. Я, когда я услышал в молитве там в тайге у костра, я не могу не проповедовать. Я понял, что это Бог открывает мне истину. Он дал мне работу, которая дает мне возможность проповедовать. Он дал мне голову, которая может придумывать, как проповедовать. Он дал мне огонь, который зажигает меня. И дело не только в проповеди Евангелия. Как Ольга говорила, здесь если будет много поклонников, которые отсюда вылазить не будут, будут петь, поклоняться, сила молитвы, мы увидим, как меняется этот район, этот город. Когда люди не будут там молиться только за свое, они будут сюда идти, как воины на войну, понимать, что они пришли не погорать, не попеть, они пришли разрушать планы дьявола. Они припоясаны силой для этого. Когда, ну, домашки будут так же, понимание, что это снаряжение воинов, это не просто хороший кружок знатоков Библии, чтобы покушать и поругаться друг с другом. То есть, все мы как бы созидаем веру друг друга, и наше исцеление состоит в этом, если мы начинаем этого хотеть. И знаете, я вот так бы хотел тезисно передать свое понимание исцеленного человека три тезиса, которые я сегодня получил для этого служения. Мы свидетели, мы поклонники и мы ходатай. Абсолютно каждый из нас, мы свидетели, мы видели славу Божию, мы знаем, мы поклонники, мы ищем Бога, мы ищем славу Божию в своей жизни и в жизни других. Мы ходатай, нам не безразлична жизнь других людей. Мы ходатай, мы смотрим на погибающий мир, как на погибающий мир, и понимаем, что Бог от этого не радуется. я не хочу сейчас вам 50 местописаний, но я думаю, вы все прекрасно помните, как Иисус плакал, глядя на людей, у него болело сердце, я прошу его, дай мне эту боль, я знаю, что это будет больно, ну и дай мне эту боль. Когда он мне дает, я так благовестую, я потом думаю, сам себе пожертвовать хочу к вечеру. а когда этой боли нету, как-то я просто исполняю вверенное мне служение, это тоже хорошо, но я люблю, когда загорается огонь, и просто тебе скажут, сейчас будем жечь тебя, и скажут, давай, давай, я ничего не боюсь, вот этот огонь, он дает этот огонь, и это сильно. Поэтому первое, мы получили, второе, мы поклонились Иисусу, осознавая Его милость и величие, третье, мы взяли Его крест на себя, и нам не безразличны другие люди, другие народы, другие страны. Мы молимся не потому, что надо молиться, ну у кого какие там рамки, 30-40 минут, час там, ну может есть еще там марафон, не потому, что вот, фу, я каждый вечер молюсь час, молодец, получишь орден, супер молитвенник года. Нет, а то, что ты идешь и говоришь, Бог, я благословляю этот народ, я сегодня ходил по улицам, я видел инвалидов, я видел больных, я видел бухих, я видел наркоманов, Бог, дай мне ключи, дай мне слово, исцели этот народ, он его исцеляет через своих людей, Бог исцеляет народ через людей, Бог благословляет народ, через людей, он говорит, кто будет в проломе-то стоять, о, вы напоминающие о Господе, не умолкайте, он говорит, поэтому я верю, что Бог в этом месяце очень, очень, очень ждет от каждого из нас молитвы за город, за страну, за район, за улицы, ну, такой молитвой, и притчи Соломона, давайте откроем, один из двадцать пять, это, конечно, обычно за жертву говорят, но знаете, я думаю, это вообще Божий принцип, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет, знаете, вот у нас было какое-то свидетельство, и сестры свидетельствовали, я сейчас не буду, они сами вам расскажут, если захотите со временем, и вот сестра говорит, я в больницу попала, лежу, лежу, говорю, Господи, кому мне тут еще надо проповедовать, кого пока, я что тут делаю, и Бог хочет вот такого сознания, не как Карлсон в мультике, о, я самый больной в мире человек, нет, Господи, что я тут делаю, то есть, я иду путями Господними, что я тут делаю, Господь, мне там надо служить, а я здесь лежу, какое у меня задание, почему я в больнице, я в больнице не потому, что болею, какое задание, что мне надо выполнить, дух Карлсона пошел вон и все, и я их слушал, я благодарю Бога за их сердце, за их откровение, за их понимание ситуации, это сильно, это очень сильно, потому что, когда ты лежишь, понимая, что ты лежишь по заданию Господа, лежать будет намного интереснее, наверное, я вот сегодня не внедряет Господь меня в больницу, слава Богу, мы все там внедряемся с улицы в них, но раз была ситуация очень интересная, когда ковид, все болеют, за всех молимся, а я не болею, наверное, кто-то меня посчитает сумасшедшим, я говорю, Господь, давай я тоже поболею, чтобы понимать, правда им так плохо или нет, что они так все испугались там, и там, ну, эти маски перепродают друг другу, один там руку не подает, не здорово, вот эти там, вот эти мазилки в руки, там уже друг другу по баллончику эти дарят, ничего не происходит, и по обыкновению, вот Алексей Ворский, лидер был, я ему приезжал в начале месяца на три дня, там пастор в школе постится, мы в центре, такие, ну, классные духовные три дня с Господом, и вот происходит ситуация, абсолютно новое колесо на абсолютно асфальтированной дороге лопается, я его снимаю, ко мне пришел ковид, меня 16-м колесом, я его поднял, упал, оно на мне лежит, и я как-то черепашком встать не могу, его просто поднять в себя, ну, я ослабел, я когда приехал в центр, я вот держался за кафедру, и мы этот день отсражались до вечера, я уходил в лидерскую спать, Алексей Дружи, да, уже ездил тогда, что-то не помню тебя, в Барнаул, вот, и я остаюсь ночью в лидерской, ну, так-то, ну, сильно нахлобучило, простите за мой французский, я говорю, Господь, ну, я понял, да, людям тяжело, говорю, ну, мне утреннюю молитву вести, давай к семи меня как-нибудь, ремонтирую, в семь я вел, утреннюю молитву, слава Богу, в обед я абсолютно здорово ехал домой, да, я там запахи, вкусы не чувствовал, но я абсолютно здорово ехал домой, я мог поднять четыре шестнадцатых колеса, мог съесть две тарелки борща, и я ехал, я благодарил Бога, что Он мне это показал, как Он может удогнать, исцелить, для Него нет ничего невозможного, Бог всемогущий. Юлия, я заканчиваю уже, моя пробы сегодня недолгая, знаете, я бы в конце бы хотел в одно местописание, я однажды проповедовал, его читал, хотел бы еще раз, чтобы его прочитали, это история, которая, когда мне кажется, что я верующий сильно, помогает мне понимать, что я еще в начале пути. это книга пророка Даниила, третья глава, там такая история, поставили огромного золотого истукана и дали закон, чтобы все ему поклонились, а кто не поклонится золотому истукану, тому смерть, того тут же надо казнить. И приходят к царю и его помощники, говорят, есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага, а эти мужи не повинуются по велению твоему. Царь, богам твоим не служит, царь, богам твоим не служит и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняется. Я бы здесь обратил внимание, мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, это непростые люди. Это непростые люди, им есть что терять. Тогда Новохудоносор во гневе и ярости повелел привезти Сидраха, Месаха, Авдинага и приведены были эти мужи к царю. Новохудоносор сказал им, с умыслом ли вы Сидрах, Месаха, Авдинага, богам моим не служите, золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры и так далее, пойдите, поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, в тот же час брошенный будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Месаха, Авдинага, и сказали царю Новохудоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Знаете, меня всегда будоражит. Если же и не будет того. И знаете, я часто в личной молитве задаю себе вопрос, если вот этого не будет, будешь ли ты, Богу Своему, а вот этого? Будешь ли ты, Богу Своему, а вот этого? Знаете, я думаю, руководить страной Вавилонской это было и почетно, и выгодно, и доходно, и славно. И вот у них стоит вопрос, все или Бог? Они говорят, Бог. Бог. И знаете, я бываешь на таких моментах, когда ты можешь либо Бог, либо что-то другое, и не всегда выбираешь Бога. Ну, я про себя, я не вас, не имею в виду, я про себя говорю. И Он тебе говорит в сердце, ты, наверное, неправильно поступил, лучше бы ты меня выбрал. Я не верю, что Он там сейчас накажет, мне ногу сломает. Нет. Я верю, что Он скорбит, что я сделал неправильный выбор, и завтра у меня будет новый шанс это исправить. те моменты, когда Он вкладывал тебе в сердце ехать к человеку, какому-то помогать, что-то делать, и ты понимал, что это Бог. Но ты выбирал отдохнуть, потому что ты устал, ты и так много служил, постился, поспать хочется сильно. Но мы же дети, у нас же благодать, да, у нас благодать. Ну, я верю, что Бог хочет, чтобы каждый из нас вырос, каждый из нас вырос и понимал, что каждый из нас это свеча, которая горит. Нам нельзя ее ставить куда-то под сосуд, в подвал, на завод. Я верю в доходы сверхъестественные, которые приходят, ну, заработанные руками. Я не верю, что я выйду и вижу дерево в деньгах. И поэтому нам всем надо работать. У нас есть семьи, у нас есть дети. Нам всем надо отдыхать, потому что мы из мяса и костей, нам это надо. Но Бог хочет, чтобы над этим всем стоял Он. И мы говорим, Бог, Ты надежда моя, Ты опора моя, Ты это. Ну, все очень просто. Собрать все часы, которые ты отдал Богу, и все часы, которые ты потратил на себя, и там будет ответ. Кто стоит на первом месте? У меня сон. Я вам честно, потому что сплю я 8 часов в день, стараясь, ну, иногда 6. А если по дням разделить Богу, ну, может быть, 2-3 часа получится каждый день. Я не говорю, когда я там, там, тарабоньку еще подносу на иных языках в машине, я как бы, мне кажется, просто привычка какая-то забавная. Я говорю о том, когда я делаю что-то для людей, когда не хочу делать. Я не говорю даже о деньгах, о том, что с кем-то поговорить, кому-то позвонить, приободрить, поблагословить. Когда выкладывают в церковную группу чью-то нужду. Сколько я времени, молюсь? Раньше я разбрасывал первые годы моего христианства, первые три, наверное. Я останавливал машину на обочине, вставал на ручник, и как учили 20 минут на иных языках, а потом еще на русском. И когда я однажды на молитвенной школе узнал от одного пастыра, что некоторые просто ручки сбрасывают в группу, у меня было желание уйти из церкви. Я думал, неужели есть такие люди, которые могут просто отправить ручки? Ну, тут же нашлись более зрелые христиане, которые объясняют, что сбрасывать ручки, это как бы тоже считается. Бог типа видит и засчитывает за голос, за лайк. А сегодня я понимаю, что сбрасывают молитвенную нужду, но я до сих пор боюсь просто сбрасывать ручки, наверное, еще не дошел до того уровня христианства. Но я молюсь так, Господь, благословляя эту ситуацию, благословляя этого человека, призывая Твою кровь, аминь, и пошел. Причем я могу это даже делать, занимаясь параллельно другими делами. И я понимаю, что это не молитва. Это не молитва. Молитва это когда я сражаюсь, а это так, как бы закомпай. Апостол Якова написано, да, если более из вас, кто пусть призовет три свитера в церкви, помолятся, помажут его и лем, помолятся, и молитва веры исцелит болящих. И знаете, я часто вижу, как ни молящемуся, ни того, за кого молиться, не хватает веры. Бывает, ты подходишь к человеку, ну давай я за тебя помолюсь. Ну ладно, молись. Так приятно видеть человека, который говорит, пожалуйста, помолитесь за меня. Он имеет веру для исцеления. А тот, который говорит, блин, мне так по делам надо идти, еще ты со своей молитвой, ну давай. не хочется молиться. Я думаю, Богу не хочется исцелять в этот момент. Хотя Бог, Он, не следим нашим разумом, за Бога говорить не буду. Но я верю, что в этот месяц мы совершим великое чудо для Господа и увидим его не так глобально. Я верю, что напаяющий других сам будет напоен. если ты служишь Богу, если ты болит твое сердце за других, ты служишь людям, Бог параллельно многое решает без молитвы. Он многое просто решает, потому что Он в тебе заинтересован. Вот когда Бог в тебе заинтересован, многое Он решает. просто так. Иногда это решилось, это решилось, это решилось. У меня в мае был очень тяжелый момент, может потом, когда я буду свидетельствовать, когда я сидел, молился, 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 и потом просто взял и пошел спать. Говорю, да будь, что будет завтра. Это все решилось. Я мечтал, ну, вот идеальный мой вариант решения проблемы был такой, а это решилось десять раз слушаю. Я понимаю, что Бог силен освободить нас от любой болезни, от любого проклятия. Но Бог очень хочет, чтобы мое сердце болело за другого, за чужие дома, за неспащенных людей, чтобы я был Его глазами, устами, ногами, чтобы здесь всегда стояли люди у алтаря на коленях, которые бы не просто бы пели на иных языках, они бы разжигали огонь, огонь поедающий, нечестие, проклятие, болезни. Чтобы на наших домашних группах снаряжались не просто вот этот клуб такой по интересам, это классно, а там снаряжались люди для чего-то. Есть многие из нас, любят, я люблю, но еще больше я понимаю, что лучше Богу угодить, чем поесть. халлилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за этот месяц, Господи, за ту великую благодать, которую Ты высвободил, за ту большую веру, которую Ты вложил в нашу церковь. халлилуйя. Благослови каждого человека, Господь, познанием истины Твоей. Меняй наши сердца, Боже, меняй наши сердца, Боже, исцели наш разум, наш дух, нашу душу, наше тело, Господь, исцели. Пусть в этом месяце будет новый огонь, загорается в тех, кто погас, зажги новый огонь. Пусть всякая ложь языческая в наших головах просто рухнет во имя Иисуса. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Очисти нас, Господь, от всякой человеческой глупости, от надменности, Господь, во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Ты вытащил нас, Господь. Ты вытащил нас, Ты вытащил нас из лопата и смерти, и мы сегодня стоим пред Тобой, Господи, не дай нам, не дай нам ни на минуту забыть о жертве Иисуса Христа, о великой цене, которая заплачена за нас, чтобы мы имели будущность и надежду, Господь. Халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Друзья, господь, господь,